Война России против Украины кардинально изменила важные аспекты отношений Белграда и Москвы в ООН. Сербия осудила российскую агрессию. Представитель страны поставил подпись под итоговым коммунике саммита мира в Швейцарии. И хотя полноправное членство в ЕС является стратегической целью Белграда на европейскую политику санкционного давления на страну-агрессора, Сербия не поддерживает, заявил премьер-министр Милош Вучич. Впрочем, это не мешает Сербии поставлять оружие Украине через третьи страны, а также развивать сотрудничество с США в области безопасности. Сербское руководство старается замалчивать это сотрудничество. В частности, не говорит о совместных военных учениях с США. Но если страны продолжат сближаться, особенно если Трамп победит на выборах, государственная медиамашина будет очень стараться объяснить, почему это сотрудничество отвечает сербским национальным интересам. Вуквук Санович – политолог в интервью изданию «Медуза». Недавно Белград принял стратегическое решение осваивать крупнейшее в Европе месторождение лития совместно с Германией и Евросоюзом. Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соглашение Белграда и Европейского Союза, предоставляющее ЕС доступ к сырью, добываемому в Сербии. Договор позволит добывать 58 тысяч тонн лития в год. Этого достаточно для выпуска больше миллиона электрокаров. «Европейская комиссия и Сербия подписали важное соглашение, которое укрепит наше сотрудничество в поставках сырья. Также подписали соглашения, которые касаются этого развития, включая компании и финансовые учреждения, которые будут участвовать в этом процессе. Это невозможно переоценить. Это важный европейский проект, а также вклад в обеспечение того, чтобы Европа могла оставаться суверенной в меняющемся мире и не зависеть от других». Новый масштабный проект ещё больше отдаляет Сербию от России. Президент Александр Вучич в беседе с журналистами отметил, добыча лития может дать импульс национальной экономике, а также ускорить процесс вступления страны в ЕС. Белград хочет разместить предприятия по производству автомобильных аккумуляторов в Сербии и только часть лития продавать в качестве сырья. «Добыча, переработка и производство катодов лития будут составлять 2,06% ВВП. Добыча, переработка лития, а также производство аккумуляторов и катодов будут составлять 4% ВВП. Вся цепочка будет составлять 16,4% нашего ВВП. Это другая страна, совершенно другая страна. Это не та Сербия, которую мы знаем». От сотрудничества Сербии и Европейского Союза выгоду получат обе стороны, говорят эксперты. «Двучич хочет использовать вот эту новую тему по поводу добычи лития и производства электромобилей в свою пользу и таким образом получить большие фонды на проведение структурных рекордов. И я желаю Сербии большого как бы успеха на этом пути. Я думаю, что чем более экономически продвинутой будет страна, тем лучше будут принимать и ее граждане важность именно партнерства с Европейским Союзом, а не с кем-то другим. То есть это в интересах обеих сторон – и ЕС, и Сербии». По мнению экспертов, сербская экономика в первую очередь зависит от Европы, и политики прекрасно это понимают. Выступить альтернативой Западу Россия не может. Этим и обусловлено все большее отдаление Сербии от России. Наталья Гусак, Владимир Штунгелов для телеканала Freedom.